всем привет ребята вы на канале джили и сами июля надеюсь что вам понравится обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал ну и погнали пришли сейчас фикс прайс посмотрите какая красивая штука для украшений в виде туалетного столика прям очень классное зеркальце еще есть крючки чтобы вешать украшения и вот так вот она выглядит очень такое для заметки для заметок и фотографий прикольно то я нашла это штатив вот так вот он выглядит очень удобно будет снимать думаю видео про школу куда вот снимаю на рабочем столе потому что сейчас мне не очень удобно это делать и вот так вот он выглядит стоит 200 рублей вот такая вот лента подсветка светодиодная также вот лампа и светодиодная кейсы для наушников и очень много чего такого интересного прикольного но я беру вот этот штатив думаю что он будет классно распакую дома смотри какие красивые светильники тут внутри гирлянда красота проверить чтобы все работало так у меня целая армия моих штативов на самом деле вот новый штатив так ну чтож распечатываю медного всадника вот мне тут принтер нажимаем сейчас печатать и начинаем печать вот таки бит 1 выходец еще один не знаю сколько будет листов но мне читать на бумаге гораздо удобнее нам сказали школе внести бумагу то есть на бумаге текст когда есть принтер это очень просто сделать я не знаю сколько там листов о господи получилось у меня тут 13 листов сейчас я сделала английский язык не снимала потому что у меня сел телефон и как раз таки он зарядился и я написала три сочинения первое это моему другу ну то есть другу по переписке my summer holidays and my activities как видите я все читала по словам то есть 113 слов не получилось ну это грубо говоря 117 дальше у меня моя самая holidays тут эта тема которую нужно рассказывать сейчас я сделаю лайфхак который делаю всегда с такими темы сейчас я буду выделять каждое предложение текстовы делителями чтобы запомнить и мне на самом деле так лучше так что кому тоже так проще пользуюсь этим лайфхаком потому что правда работает как так так Продолжение следует... Так, ну что ж, вот так я сделала, мне так будет проще рассказывать тему, но на чистовик я думаю перепишу где-нибудь даже, может быть, завтра на уроке. На самом деле это тоже, в принципе, чистовик, просто я решила сделать это тут и потом переписать, чтобы у меня остались сочинения для ЕГЭ. Он спит? Лепсик. У кого тоже есть код, ставьте лайк, пишите в комментариях, нравится вам лепсик. Субтитры сделал DimaTorzok Еще забыла положить фрута няню завтра с собой, потому что сегодня я съела, на самом деле с манго мне не очень понравилось, поэтому не всем советую, но с персиком точно будет вкусно. Просто, чтобы вам показать, насколько он большой, как видите, сюда помещает целый калькулятор. А тут уже все мои основные принадлежности, все, что как бы мне нужно в школе, вот, такой вот у меня пенал получился, просто то же самое из черного пенала положила в этот, поэтому завтра иду вот с таким пеналом и сейчас как раз таки занимаюсь алгеброй, мне еще нужно смонтировать видео. Так, друзья, сейчас хочу вместе с вами распаковать три посылочки и показать, что там лежит. Ну что ж, посылка number one. И тут вот такие вот сережки-мишки, кстати, мне их помогали выбирать подписчики из инстаграм, я спрашивала между авокадо и мишками и больше проголосовала вот за таких мармеладных мишек, так что вот такие вот прикольные сережки, очень красивые. Распаковываем и смотрим, что же тут. Вот такие вот сережки мне пришли, они металлические, кстати, довольно-таки тяжелые. Вот такие вот сережки number two, стоили не рублей 30, но сделаны из хорошего материала, как видите, в виде глобуса. Такие тоже классные и довольно-таки необычные. Я люблю сережки такие более серебряные, потому что мне нравятся, они более подходят под все образы. Ну и теперь распаковываем посылку number three. И тут у нас опять сережки, только уже, как видите, другие, как будто бы цепочка у тебя в ухе. Очень необычно, в виде звездочек, тоже стоили не очень дорого и, в принципе, пришли качественные. Сейчас я хочу вам рассказать немножко о экзаменах и вообще о подготовке к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ. Я должна была сдавать в девятом классе ОГЭ, но так как его отменили, конечно же, я его не сдавала. Но все-таки не думайте, что мы такие везунчики, потому что нам сказали, что ОГЭ мы будем писать в конце сентября, начале октября. И сейчас кто в десятом классе, напишите в комментариях, вам сказали, что будет ОГЭ или нет. Нам сказали, что будут диагностические работы в формате ОГЭ. Но, тем не менее, также мне скоро уже сдавать ЕГЭ, это уже совсем не за горами. Десятый класс пройдет просто быстро. Конечно же, я думаю, что подготовку нужно начать уже с десятого класса. Хочу сейчас с вами поделиться школой, которую я нашла. Называется она Галактика знаний. Там готовятся к ЕГЭ профильной по математике, также к ЕГЭ по информатике и к ОГЭ по математике. Сейчас они выпускают курс для ОГЭ, поэтому это вообще очень круто. Все восьмиклассники, девятиклассники и так далее, смотрите, скоро выпускается курс еще ОГЭ по математике. Кроме ЕГЭ, там будет еще и ОГЭ. Это вообще очень круто. Во-первых, мне очень понравился их инстаграм. У них много интерактивчиков, разные всякие штуки. Ну и также, конечно же, когда вы напишите им в директ, что хотите пробные уроки по математике профильной и ЕГЭ по информатике, то вам сразу же высылают на электронную почту. Вы можете зайти, посмотреть, ознакомиться с платформой. Это онлайн-школа Галактика знаний. Очень удобный интерфейс. Сразу, как видите, вы видите курсы. Все, получается, вот новые, например, мои, пройденные. Так, сейчас мы пришли с вами на вот такой вот курс математика ЕГЭ профиль с нуля и в космос. Тут доступно несколько бесплатных уроков, так что сейчас хочу вам продемонстрировать. Заходим на урок, что очень удобно. И тут сразу можно посмотреть запись. То есть, это трансляция урока. И вы можете сейчас заметить, что тут очень много тем проходилось, вспоминалось. Далее идут материалы к занятию. То есть, если ты, например, хочешь что-то распечатать, то вот можешь зайти, посмотреть повторение алгебры. И я думаю, что это можно даже сохранить как памятку, потому что очень много тут правил, которые нужны будут. Записи, которые были на вебинаре, очень удобно на самом деле. И я, правда, тоже в шоке, что даже такое тут есть. Очень удобно на этой платформе, что есть домашнее задание. То есть, я могу решать домашние задания, как видите. То есть, вам дается вот такой вот примерчик. Вы должны его решить и написать ваш ответ. Ну и дальше, конечно же, перейти к следующему вопросу. В информатике мне сейчас доступно 7 уроков. То есть, модуль 3, алгебра, логики. И давайте сейчас с вами тоже зайдем, посмотрим. Во-первых, это вебинар. Тоже все очень интересно показывают, рассказывают. Тут, как видите, вебинар довольно-таки долго идет. Просто вам покажу вообще основные части. То есть, объясняют каждое задание. Что тоже просто огромный плюс. Ну и также то же самое есть, как и в том уроке. Конспект, соответственно. Вы можете сразу же посмотреть. Смотрите истины или ложные следующие высказывания. То есть, если вы не сделали предыдущее задание, вам не открывается следующее. Такая мотивация, что нужно выполнять все. Также, смотрите, есть сообщения. Вы можете общаться с преподавателями. То есть, писать им, что вам нужно. Если вы заинтересовались, то обязательно воспользуйтесь моей скидкой. Скажите, что от меня. И у вас будет скидка аж 20%. Я думаю, это очень круто. Сдуваю свои шарики. Сегодня 12 сентября. День рождения мне было 30 апреля. Так что все, шарики я сдуваю. Потому что они уже упали на пол. Как видите, они хоть еще сами не сдулись. Но я их уже решила все выкинуть. Потому что уже мешаются. И уже, конечно же, они красиво выглядят. Но я думала, что дождусь того момента, когда они прям сдуются. Но итог, что они сами не могут сдуться. Поэтому нужно теперь просто их сдувать. Я тут уже порезала. Хочу сейчас из вот этой тетрадки сделать тетрадку по истории родного края. Потому что информатики у меня не будет ни в 10-м, ни в 11-м классе. То есть, соответственно, тетрадка по информатике мне не нужна. Только посмотрите, какая она красивая. И когда я ее покупала, я не знала, что у нас еще не будет информатики. Так что я решила, чтобы она просто дома не лежала. И поэтому решила, что сделаю ее под историю родного края. То есть, сюда я сейчас прикреплю просто белый лист бумаги. И напишу историю родного края. Так у меня будет и красивая тетрадка. И просто закрою надпись информатика. Так что давайте приступать. Продолжение следует... Дальше мне необходимо подписать тетрадки по астрономии. Я решила взять такую тетрадку в Сочи. Мне нужно вот тут сейчас заполнить. То есть, написать тетрадку для астрономии. И это будет тетрадка для домашних работ по астрономии. То есть, у нас вообще две тетрадки. Эту я как раз таки сдам. Получается, на следующий урок. А это получается для теории. Ну, то есть, вообще в классе для работы. А вот эта тетрадка для того, чтобы делать домашние работы и сдавать. То есть, как раньше у нас было бы в математике. Только теперь так же по астрономии. Сейчас в 10 и 11 классах, получается, будут электронные дневники. То есть, вообще без разницы, ведешь ты дневник или нет. Но мне на самом деле уже удобно. Я приучилась. И поэтому пока что, может быть, я подальше где-нибудь заведу себе блокнотик. Но пока что я решила, что дневник я буду вести. Как видите, я просто отмечаю вот такими вот текстовы делителями. Дан-дан-дан. То есть, сделано-сделано-сделано. Мне так проще. С вами сейчас посмотрим, что я сегодня вообще брала с собой. Так, первое, что у меня тут, это... Что? Ой, господи, это что такое еще? Тетрадка какая-то. Это английский язык. У нас у него, кстати, была контрольная. Но, думаю, написала на пятерку. Дальше английский язык. У меня тетрадочка вот такая вот. Это так. Это тетрадка для записи иностранных слов. Вот так вот она выглядит. Пишу все слова, которые нужно учить. Которые учу. Не знаю, зачем я брала линейку. Потому что у нас еще черчения как бы нет, чтобы мы чертили на бумаге. Дальше у нас папка для черчения с вертикальным штампом. Вот так вот она выглядит. Просто обычная. Следующая это у меня текст медного всадника Пушкина. Калькулятор. Я вообще не знаю, что он тут делает. Он вообще у меня был в пенале. Но почему-то он оказался не в пенале. По черчению я сегодня сдала. Потому что у нас была такая мини самостоятельная. И я ее выполнила, поэтому я ее сдала. Дальше у меня литература. Учебник. Тетрадка вот такая прикольная. Дальше веселая тетрадка по истории. Вот так она выглядит. Тоже убираем. Всеобщая история. Новейшая история. Десятый класс. Убираем. И вот новый предмет, который у нас свелся. Сори родного края. Вот так вот выглядит тетрадка. Мы с вами сейчас ее делали. Вы видели видео. Завтра я решила пойти со своим рюкзаком Канкин. Потому что он очень хорошо подходит под пальто. Да, я выбрала рюкзак под пальто. Но тем не менее, неважно. Идем дальше. Что у меня тут вообще есть. Так. Первая эта тетрадка по ОБЖ. Вот так вот она выглядит. Она у меня, я уже говорила, очень старая. Седьмого класса. Потому что темы бывают повторяются. И тетрадку бессмысленно заводить какую-нибудь новенькую. Потому что лучше пользоваться старой. Дальше у меня тут получается для работ по астрономии. Вот такая вот тетрадочка. Наверное, я вам тоже ее уже показывала в этом видео. И есть такая же точно, но для домашних работ по астрономии. Вот. Я сделала домашнюю работу. Дальше у меня идет география. Вот так вот она выглядит. У меня такая милая тетрадочка. Как видите. По алгебре тоже. Какой-то из них задачник. Какой-то из них просто теория. Я уже не помню, честно сказать. Но тем не менее, вот такие вот два учебника у меня отправляются ко мне в рюкзак. Ложа русский язык и дневник. Так что вот такая вот стопка учебников у меня идет на завтра. Все собираем в мой рюкзачок. Ну что ж, отличным завершением дня будет, конечно же, ванная. Такой вот, точнее, скраб. Он у меня из Таиланда. Он очень вкусно пахнет виноградом. И вот так вот выглядит. Дальше у меня вот такие вот бас-перлс. Жемчужин для ванной. Они очень приятно пахнут. И сейчас тоже поместим их вместе с вами в ванную. С ценой это у меня вообще такая соль. То есть солевая вообще была печенька. Но, как видите, она немножко у меня уже вот такой вот стала. И второй. Вот такая вот ванна у меня получилась. Выключаем. Все. И вот так вот атмосферно у меня в комнате. Как видите, тут у меня вот такая вот постель. И вот такая красивая гирлянда. Такое вот было видео. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно поддержите мне лайком. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok